Говорю пацанам, все, покоим вещь. Отхожу буквально два шага, и у меня резко темнеет в глазах. У нас летал вертолет вражеский, он выстрелил, смотря попал так, что он упал сзади меня. У меня все резко потемнело, я начал задыхаться, не понимая, что вообще происходит. Ногу я не чувствовал от колена до пять, меня развернуло, у меня голова была в другой стороне. Я решил прям резко посмотреть на ногу, что с ней вообще и как. Поворачиваюсь, смотрю, она целая, но по колено не чувствую. Товарищи говорили, что вот беги, когда снаряд прилетел, но я когда пытался встать, я не смог. И они поняли, что меня надо вытаскивать. Балаклава, получается, в красный начала окрашиваться. Они сразу подбежали, схватили и начали нести до подвала. Как только они успели меня занести в подвал, тут же прям во вход ударила ракета с вертолета. Илья, 25 лет, ушел в армию по собственному желанию. Решил заключить контракт, а затем поехать на СВО. Он получил ранение, а после восстановления решил опять уйти на передовую. Простая история о промышленном альпинисте, который предан своей родине и каждый день своими поступками доказывает это. А как раньше люди, может быть, ездили в ближайшие украинские города, все-таки в приграничный город? Раньше очень активно ездили. Что к нам с Харьковской области ездили, что наша область ездила туда. Соответственно, сейчас это по объективным причинам невозможно, но хотелось бы, чтобы все было как раньше, чтобы люди спокойно передвигались и ни о чем не волновались. Я отслужил год в армии, потом вернулся домой и спустя полгода решил устроиться еще на один контракт. Устроился на первый свой контракт, отслужил три года и решил побыть пока, как говорится, на гражданке. На весь 21 год я на гражданке работал. После того, как началось СВО, я пошел в военкомат и сказал, что я хочу служить. Страх, конечно, был. Нету страха только у мертвого человека. От родителей, как отнеслись, сначала отец отговаривал. Ну, мать тем более отговаривала, потому что мало ли что произойдет. Но после разговора с отцом он понял, что если я намерен служить, то у меня этого не отнять. Первые три недели я не выходил вообще на связь. Потом вышел через друга детства, потому что знал его номер наизусть. Соответственно, я ему позвонил. Я говорю, скажи брату моему, что со мной все хорошо и отцу тоже скажи. Он говорит, он спрашивает, ты где? Я говорю, я за лентой. Уже потом я созванивался с ним еще раза три точно. Он говорил, что со мной все хорошо, все нормально, не беспокойтесь. Поднизу бьешь. Выше. Высоко. По прибытию нас распределили по должностям, по ротам. Сначала ничего не понимал, что, как происходит. После нас распределили, сказали, смотрите в оба и будьте внимательны. Соответственно, мы выдвигались во второй день или третий где-то. Выдвигались мы в населенный пункт. И, соответственно, тогда был прям первый обстрел. Обошлось без раненых, без пострадавших. Все спокойно дошли. Но это самый запоминающийся первый момент, потому что нас предупреждали об этом. Говорили, если вы слышите свист, ложитесь на землю. После мы дошли в населенный пункт, обосновались там. И спустя какое-то время мы пошли в разведку. Мы прошли расстояние, и нас, получается, ждали уже. Мы зашли в лесополосу, начали распределяться по ней, и нас пытались взять в клещи. Но не получилось. То есть спустя где-то час, выбирались мы оттуда где-то часов пять. Может быть, по времени это, ну, время очень долго длилось. Соответственно, кто распределили сразу же обязанности, кто выносил раненых, кто мог сам идти. После всего этого, соответственно, мы еще просидели время, обороняли рубежи свои. После мы пошли еще в атаку, и, соответственно, заняли лесополосу. И в ней мы обустроили уже свой быт. То есть мы ночью выставляли караулы по одному, выкопали себе окопы, накрыли их. И, соответственно, уже от той позиции мы несколько раз продвигались в атаку. После этой посадки была другая, но уже не на первой линии, а на второй. И, соответственно, там мы просидели тоже еще энное количество времени. Также обустроили быт, продовольствие подвозили, воду. Из этого, соответственно, мы делали, старались делать горячее питание, чтобы не в сухометку все это было. По прошествию нескольких атак нам все-таки удалось пройти на первую улицу населенного пункта. И, соответственно, мы заняли первую улицу. Потом несколько подразделений начало продвигаться, занимать улицы. Мы занимали одну улицу за второй. Ну, конечно, с трудом, с боями, но занимали. После всего этого мы, когда захватили у нас уже полностью населенный пункт, мы удерживали оборону. Где-то в дни опять мы удерживали оборону. После мы пошли исследовать лесополосу, которая уже была за населенным пунктом, за деревней. Там наткнулись на врага и завязался бой протяженностью. Где-то уже дня три было. Мы стояли, патроны заканчивали, соответственно, и было принято решение, что я и еще два человека пойдут за боеприпасами. Когда мы прибыли на пункт, где нам выдали патроны, мы зарядили магазины как можно больше, БК. И решили отправить, ну, немного передождать, потому что, соответственно, пешком было двигаться опасно, очень медленно. Мы решили ехать на БТРе, дождаться БТРа, и чтобы он нас быстро подвез и уехал сразу же. Соответственно, мы прождали. И в итоге решили, ну, все-таки подъехала гусеничная техника. Мы спросили, вот, вы в лес идете? Они говорят, да. Ну, я говорю, поворачиваюсь и говорю товарищам, то, что идем. Отступаю буквально два шага, и в глазах прям все темнеет. Я тогда не понял, что меня ранило. Мои товарищи меня отнесли в подвал. Мне повезло то, что рядом был медик и оказал первую медицинскую помощь. Мне повезло, что я не особо сильно много крови потерял. И я приехал уже в госпиталь полевой, ну, в полусознательном состоянии. Мне начали перевычно осматривать, делать операцию. Пытались обезболить ногу, но ничего не получилось, так как ранение было осколочным. Сказали терпеть. Там, в госпитале, сделали несколько операций. И перенаправили в другой госпиталь, после чего я продолжил лечение. Вылечился, пришел к себе домой. Уволили, получается, меня по состоянию здоровья. И так как еще закончился контракт. Соответственно, сейчас уже прошло очень много времени. Я полностью восстановился и решил пойти еще раз. Сейчас я оформляюсь и ухожу также в составе регулярной армии. Когда были в очередной атаке, у нас группа одна напоролась на секрет вражеский, ну, то есть, с осаду. Они ее успешно отбили, но было три человека ранены. Соответственно, начали эвакуировать их. Так как мы прошли очень много, нужно было вынести в точку эвакуации, потому что еще не перенесли ее ближе к нам. Соответственно, мы сначала вчетвером тащили ее одного. Ну, разделились на группы и начали их тащить. Через время я говорю, зачем нам нужно вчетвером его тащить, если можно в одного и просто меняться поочередно. Я взял его на плечи. Я его нес очень долго. Насколько было сил, потому что понималось, мы промедлим с эвакуацией, то человек может и не выжить. Когда я появился после госпиталя в части, меня увольняли, мне внезапно говорят, на тебя пришла медаль. Я спросил, что за медаль. И говорят, Суворова. Спросил, за что. Сказали, за раненого. За то, что я, получается, парнишку вынес к месту эвакуации. Некоторые люди очень долго привыкают к гражданской жизни. Ну, по ряду причин, потому что очень много увидели. Ну, мне как-то это очень быстро удалось. Первую неделю, конечно, не понимал, что я еще сначала на гражданке, то есть в госпитале. Уже никаких военных действий нет. Но со временем, чем ближе к выпуску из госпиталя, тем больше я понимал, что меня теперь ждет пока что гражданская жизнь, а не определенное время. И не нужно отчаиваться, нужно идти только вперед. После того, как вернулся с госпиталя, я решил найти в моем городе тех людей, которые помогают нашим военным. Мы с ними договорились, и я закупил им спальники. Второй раз в гуманитарку я отправлял этот дрон. Они передали огромное спасибо. И в работе это им очень сильно помогает. Знаешь, что во всей России организован сбор гуманитарной помощи? Люди сами проявляют инициативу, вяжут носки, балаклавы шьют. Они отправляют посылки с письмами. Ты как человек, который побывал на передовой, скажи, помогает ли это? Безусловно, это помогает. Чувствуется теплота, поддержка. Особенно, когда незнакомый человек тебе пишет письмо со словами поддержки. Ты начинаешь быть еще увереннее. У тебя появляется боевой настрой. Особенно, когда, если приходят вещи, соответственно, если их кто-то вяжет, это сделано с любовью. И оно тоже греет душу. Когда, например, нам отправляли гуманитарную помощь, нам это очень сильно помогало. Мы особенно рады были, когда нам писали письма. Мы открывали письма, читали вслух, зачитывали. Было радостно, что когда нам приходили сладости, мы прямо на мгновение ощущали себя дома. Соответственно, когда все тебя поддерживают, ты понимаешь, что это не зря. Я скажу так, когда героя ждут дома, он обязательно вернется. Давай, за Россию!